Всем привет! В этом видео покажу, как подключить и настроить Wi-Fi роутер. Сразу хочу отметить, что вне зависимости от того, какая у вас модель и производитель, будь то TEP, LINK, ASUS или XIOMI, процесс подключения будет всегда одинаковый и подойдет как для нового роутера, так и для повторной настройки старого. Точно так же не имеет значения, какой у вас интернет-провайдер, будь то DOM.RU, Beeline или Rostelecom, тоже не важно. Подключение и настройка всегда универсальные и практически ничем не отличаются. Как вы заметили, на столе у меня 4 роутера. Все эти роутеры – предыдущие модемы, которыми я когда-то пользовался. Среди них вот этот, самый навороченный, но объяснять и показывать я буду на примере вот этого, так как белый у меня уже подключен. Повторюсь, не имеет значения, какая модель и производитель – новый или БУ. Подключение универсальное и подойдет для всех. Давайте вкратце пробежимся по некоторым, как я считаю, важным нюансам, которые нужно знать. Смотрите, каждый роутер, в зависимости от конкретной модели, имеет свой радиус действия и зона охвата. В среднем этот радиус примерно 50 метров. Кстати, если кто не знает, на зону покрытия и на радиус охвата антенны и их количество никак не влияют. От количества антенн зависит только скорость передачи данных. Это значит, что чем больше в устройстве антенн, тем лучше будет работать Wi-Fi-сеть. Другими словами, это как распределение нагрузки. То есть, если к роутеру подключить сразу несколько устройств, чем больше антенн, тем стабильнее будет работать интернет на каждом устройстве. А вот чтобы покрыть всю площадь, например, квартиры, роутер нужно устанавливать в ее центре и желательно повыше, чтобы на пути сигнала не было никаких помех и препятствий. Его необходимо расположить выше уровня столов, диванов и каких-то других предметов. Идеальный вариант – повесить его на стену. Благодаря этому вы получите высокую скорость, стабильный сигнал и широкую зону покрытия. В любом случае, перед установкой учитывайте эти моменты. Ну а мы переходим к подключению. Итак, начнем. Первое, что мы делаем – подключаем блок питания и включаем сам роутер. Необходимо подождать примерно 1-2 минуты, чтобы модем загрузился. В это время пока можете включить компьютер. Далее сетевой кабель, который идет из терминала провайдера, нужно подключить в порт WAN. Как правило, он отличается цветом от других портов. Может быть синим или красным. Также на нем может быть написано не WAN, а интернет. Теперь необходимо подключить роутер к компьютеру. Смотрите, здесь есть два варианта – по Wi-Fi или по кабелю. В комплекте с роутером есть патч-корд. Это короткий кабель, обжатый с двух сторон. Конечно, проще подключиться по кабелю. Но я буду показывать на примере беспроводного подключения. Потому что многие покупают бушные роутеры, и этого кабеля просто нет в наличии. Смотрите, что здесь нужно делать. Мы берем роутер и сбрасываем его до заводских настроек. Практически во всех роутерах сброс одинаковый. Нужно нажать и удерживать кнопку Reset в течение 10 секунд. После сброса настроек световые индикаторы должны потухнуть и замигать несколько раз. Так вы поймете, что модем сбросился. Также вот эту наклеечку сзади роутера необходимо сфотографировать. Она нам позже понадобится. После того, как роутер перезагрузился, мы подключаем его к компьютеру. Для этого заходим в настройки сети и находим наш маршрутизатор. Имя роутера вы тоже можете посмотреть на наклейке сзади модема. После сброса настроек он автоматически откатывает логины и пароли к заводским. Нажимаем подключиться. И мы видим, что у нас запрашивает ключ безопасности. Кстати, он также указан на наклейке сзади роутера. Вводим эти данные и нажимаем далее. Сейчас фактически модем подключен к провайдеру и к компьютеру, но доступа в интернет у нас по-прежнему нет. Нам необходимо выставить правильные настройки роутера. Для входа в настройки нам нужно узнать адрес нашего маршрутизатора. Также нам понадобится имя пользователя и пароль для авторизации. Эта информация тоже находится на корпусе устройства. И выглядит она примерно вот так. Практически во всех случаях в настройки можно зайти по вот этим двум адресам. Вводим один из этих адресов в адресную строку. Обратите внимание, адрес вводим именно в адресную строку, а не в строку поиска. И нажимаем Enter. Нас перекидывает на страницу авторизации. Здесь необходимо ввести имя пользователя и пароль. Так как мы откатили роутер к заводским настройкам, логин и пароль тоже автоматически сбросились. Теперь логин и пароль по умолчанию это английское слово Admin. Так и вводим имя пользователя Admin и пароль тоже Admin. И нажимаем Войти. Мы провалились в панель управления роутером. Смотрите, у всех модемов есть такой параметр, называется Quick Setup. Быстрая настройка. Нажимаем на него. Нам предлагают запустить быстрое подключение и настроить беспроводной режим. Нажимаем Далее. На этой странице вы можете указать страну, регион, провайдер и тип подключения. Я привык настраивать все в ручном режиме, поэтому я ставлю галочку, что не нашел подходящих настроек и нажимаю Далее. Тут внимательно, смотрите. Каждый интернет-провайдер использует определенный тип подключения. Вы должны точно знать, какой тип подключения использует ваш провайдер. Как правило, эта информация указана в договоре, который вам дали при подключении интернета. Также эту информацию можно уточнить по телефону оператора. В большинстве случаев, как и в моем, этот тип подключения динамический. Я ставлю галочку и нажимаю Далее. Здесь ставим маркер, что не нужно клонировать MAC-адрес и нажимаем Далее. На этой странице вы можете изменить пароль и имя сети. Для примера давайте напишем Wi-Fi. Также можно упростить или усилить пароль. Минимальное значение 8 символов. Для примера давайте напишем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А остальные значения оставляем без изменений и нажимаем Далее. Как видите, настройка завершена. Нажимаем кнопку Завершить. И теперь нам необходимо перезагрузить роутер. В это время настройки сохраняются и обновляются. После перезагрузки мы заходим в Параметры и находим нашу сеть. Вводим пароль, который мы придумали. Это 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И нажимаем Подключиться. Как видите, статус подключения активный. Это значит, что мы полноценно подключились к интернету. Ну и теперь давайте попробуем открыть какой-нибудь сайт. Заходим в YouTube. И как вы можете убедиться, все прекрасно открывается и воспроизводится. Как видите, ничего сложного. Все легко и просто. Ну и на этом в принципе все. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Надеюсь, ролик был для вас полезным и помог решить вашу проблему. Если это так, можете поставить лайк. Также не забывайте подписываться на канал. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok